Дам еду даром народное название проекта. К примеру, вот два свежих пирожных. Понравились? Купила. Но если понимаешь, что столько сладостей за раз не съешь, а свежесть, как у классика, бывает только первая, в таком случае люди предпочитают делиться. Проект экологический и благотворительный. Чего здесь больше, сейчас разберемся. Помощь другим для Марии давно привычна. Детские дома, пенсионеры и животные. Помогать, признается, потребной совести. Увидела группу в социальных сетях и занялась фудшерингом. Часто случается так, что покупаешь продукты, остается лишнее, либо мне что-то невкусное, или я уже этого не хочу, и чтобы это не пропадало, я предлагаю помощь людям. Забирают, допустим, супы готовые, еду каши, овощи готовые, все забирают. По какой причине приезжает за едой тот или иной человек, не спрашивает. Принцип прост. Находим группу фудшеринга в своем городе и выкладываем объявления. Указываем время дедлайна и ждем. Список в дар сегодня щедрый. Курица, крупы, чай, зелень и печенье. Откликнулась первая одна из постоянных клиенток. Общаются давно, отношения уже перешли в дружеские. В наше время очень полезно, и мне кажется, очень кстати, потому что такое за границей распространено. У нас такого, как бы, я узнала недавно, что такое есть. Ну, то есть продукты должны быть себе кинуты на помойку, я считаю. Должны быть кому-то отданы, нуждающимся, не важно, действительно так или нет. Движение в Беларуси только набирает обороты. Как еда готовилась и как хранились продукты, эти вопросы многих заставляют задуматься. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы относятся к данному проекту и вообще к фудшерингу с некоторой настороженностью. Так как данный вид деятельности не регламентируется действующим законодательством, в торговой сети соблюдаются сроки годности условия хранения продукции. Если эта продукция изготовлена физическим лицом, то сложность возникает в том, чтобы это физическое лицо обеспечило качество и безопасность надлежащую. Не дай продуктам испортиться. Главная задача таких сообществ. Проект «Инициатива» создана в Берлине в 2012-м. За шесть лет движение стало международным и обрело более 200 тысяч последователей. Главное правило – еда в дар должна быть съедобной. Впрочем, закон о правах потребителей действует только в магазине. В группе фудшеринга пока все на свой страх и риск. У нас, к сожалению, с законодательными актами есть понятие изделия, есть понятие отходы. Если это отходы, они не могут никак реализовываться. И в случае, даже если она утратила потребительские свойства, там, этикеточка какая-то оторвалась или еще что-то, и, в принципе, она вполне пригодна к пище, то это либо остается изделием и должно быть продано, либо это надо переводить в отходы. А если это перевелось в отходы, то это уже не может быть никак реализовано, это может быть только переработано, ну, либо захоронено. То есть в нашей стране для просроченных продуктов есть два основных пути – на полигон для захоронения и переработчикам на биогазовые станции. Кстати, часть несъеденных и испорченных продуктов в Беларуси идет именно на выработку электричества. А как у них? В Европе спасать еду модно. Многие владельцы магазинов, кафе, ресторанов и отелей отдают остатки продукта всем желающим. Помогают добровольцы. К примеру, Лука Рейнмарт – волонтер из Барселоны. Занимается фудшерингом в свободное время. Что мы делаем в нашем сообществе? Мы ходим по магазинам, и они отдают там то, что собираются выбрасывать. Мы отбираем продукты, делим их между собой, а также даем людям на улице. Импульсивные покупки в магазине – еще одна причина выброшенной еды. К слову, для женщин. Некоторые излишки продуктов используют как домашнюю косметику. Способов сохранить еду и экологию много, причина выбросить одна – нежелание разобраться в вариантах. Помните, что всегда можно поделиться вкусным и съедобным. Галина Пузына, Алексей Колупанко, Сергей Янковский. Наше утро.